Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в духовновенной псалтире царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю крутость его. Сегодня мы будем читать 109-й псалом, главная тема которого Господь навеки приблизил к себе своего избранника Давида и его потомков. Имеется в виду благочестивых, но в таком абсолютном понимании его главный потомок — это Христос, Мессия, который по плоти из дома Давида. Даже в еврейском Талмуде об Иисусе из Назарета сказано, что он был близкий к дому царскому. Имеется в виду по происхождению. Этот псалом был составлен во время войны с Омоном, на которую Давид послал вместо себя Иава и других военачальников. А сам он оставался в Иерусалиме, и там происходит его падение с Версавией. То есть, может быть, если бы он отправился на войну, ничего такого бы не случилось. По саптуагенте псалом имеет надписание «Псалом Давида», также по-славянски, а по-еврейски немножко иначе. «Для Давида псалом». Но это не исключает авторство Давида. Просто слова этого псалма, они как бы обращены к сердцу самого Давида. И мы читаем этот псалом, всего семь стихов. «Рек Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И мы помним, что Иисус Христос прилагает к себе пророчество этого псалма, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 22.44. И апостол Павел также прилагает это пророчество ко Христу. 1 Коринфянам, 15.25, послание к евреям, 1.13. В чем особенность пророчества? Давид, который царь, он восклицает «рек», то есть сказал «Господь Господу моему». То есть получается, что сказал некий «Господь Господу», то есть некая двойственность в божественном мире. И для евреев такая конструкция, это, конечно, головная боль. Они предлагают такое прочтение «Молвлено Господа моему господину». Ну а какой господин может быть над царем, если не сам Господь? Поэтому в любом случае получается то, что получается. Сказал Господь Господу моему, по-славянски, «Рече Господь Господеве моему, сиди, одесну и мене, доколе донди же положу враги твоя под ножи ног твоих». То есть это диалог между лицами Святой Троицы. «Рек Господь Господу моему, сидя одесну и мене, то есть рек Бог Отец, обращаясь к Богу Сыну, сидя одесну и мене, то есть справа от меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы пошлет тебе Господь Сиона, и господствуй среди врагов твоих». Это благословение для Давида, такое наставление. «С тобою власть, по-славянски начало, по Феодориту Кирскому держава, потому что он обладает целой вселенной». Такое объяснение предлагает Афанасий Великий. «С тобою власть в день силы твоей, то есть Сына Божия, в блеске святых твоих». В блеске святых твоих имеется в виду в день суда Господь Христос явится в окружении святых, в славе и величия, в окружении ангелов и людей. И Феодорит поясняет, ты сделаешь светлыми и славными тех, которые будут окружать тебя в день суда. «Жезл силы пошлет тебе Господь Сиона, и господствуй среди врагов твоих, с тобой власть в день силы твоей, то есть день суда, в блеске святых твоих». Кстати, преподобный Серафим Саровский на выходе во время совершения Херувимской, будучи дяконом, он видел видение, как Господь входит на воздущих в храм, в окружении святых и ангелов, как огромного роя пчел золотистых. То есть он наблюдал Господа во славе. «С тобой власть в день сила твоей, в блеске святых твоих, и с чрева прежде единицы я родил тебя». То есть здесь говорится о том, что предвечное рождение Сына Божия от Бога Отца – это вот реальность, которая пророчески раскрывается здесь. «И с чрева прежде единицы, прежде возникновения света я родил тебя. Клялся Господь и не раскается, ты священник, вовек почину Мельхаседека». Это тоже относится к Иисусу Христу, послание к евреям. Пятая глава, шестая глава, седьмая глава. Апостол Павел эту тему развивает. Это Христос священник по чину Мельхаседека. Почему? А потому что у Мельхаседека нет родословия. А у Христа по божеству тоже нет родословия. Родословие Христа, которое мы имеем в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, это по человечеству. А по божеству он безначальный, как таинственный Мельхаседек без отца и матери, как бы является и объявляется в книге «Бытия» священником Бога Всевышнего. «Господь, одесную, тебя поразит в день гнева своего царей». То есть всех противников, по-славянски, сокрушил есть. Сокрушил есть. То есть победа Христа в день его пришествия над всеми царями – это прекращение всех форм человеческого управления. В Библии сказано, бывает время, когда человек управляет человеком во вред ему. Любая власть – это аппарат насилия. И иногда бывает злоупотребление властью. Тогда государство, как аппарат насилия, становится аппаратом террора. А когда Христос приходит в этот мир, то все формы правления прекращаются. Господь, одесную, тебя поразит в день гнева, то есть в день суда своего царей, то есть всех правителей земли, всех президентов, всех премьеров, всех королей и так далее. Совершит он суд над народами и наполнит землю трупами. Это очищение в огне Армагеддона. Федорит Кирский пишет, казнем всякого рода предаст живущих злочестиво. Вот что значит наполнить землю трупами. Сокрушит головы многих. Здесь имеется в виду по Афанасию Великому, то есть всех врагов, язычников и их руководителей, демонов накажут. И так же истолковывает не только Афанасия Великий, но и Златоуст. Сокрушит головы многих на земле. И последний стих. «Из потока на пути будет пить, посему поднимет голову». По истолкованию отцов, вот эти слова, они приложимы к прославлению через воскресение Иисуса Христа. Так понимают и святители Афанасии, и Анселтаус Божины, Федорит, Диадим, Зигабен, что из потока на пути, то есть на пути к Вознесению Христос будет пить из потока чистого, посему поднимет голову, то есть воскреснет, возвеличится над всем творением и сам соделается головой Церкви. А мы — его телом. Вот такие многие мессианские смыслы мы обнаруживаем в этом 109-м псалме.